Едва не сгорели от мусорной свалки, которую сами же и создали. Едкий запах и клубы дыма окутали садовое товарищество «Энергетик» в Нижнекамском районе. Здесь загорелся овраг с мусором. Поблизости с горящей свалкой дачные дома, которые оказались под угрозой. Пожарные винят самих огородников, которые не доносят свой хлам до специального контейнера. Подробнее расскажет Нафиса Минязова. Очень сильно горел, трес такой стоял. Бутылки там разрывались, разлетались. Страшно было. Татьяна Черкова отделалась легким испугом. От ее дачного участка до горящего оврага рукой подать. Пожар уничтожил все. Бутылки, посуду, мебель и даже запчасти автомобилей. Одним словом, свалку, которую устроили сами огородники. Пейзаж неприглядный, да еще и таящий в себе опасность. Огонь уже даже туда немножко переметнулся. Витки загорели соседей. Я давая звонить, набрала быстро-быстро. Мне пока узнавали, какой адрес, куда ехать. Все подробно спрашивали. Тут уже вообще полыхало, не знаю как. Тут мусор же, всякие химикаты. Не знаю, что бросают бутылки. Какие-то эти ДСП. За 30 лет гора отходов выросла. Сейчас она высотой с двухэтажный дом и постоянно горит. К счастью, в этот раз никто не пострадал. Пожар успели потушить вовремя. Дознаватели выдвигают версию неосторожное обращение с огнем. Председатель садового товарищества «Энергетик-1» Айрат Галиев винит во всем самих дачников. Весь хлам они бросают не в контейнер, который находится на остановке, а сюда, в овраг. В прошлом году по программе установили контейнеры. Контейнеры находятся наверху. Внизу мы никак их поставить не можем. Они в овраг люди не должны бросать мусор. Они должны в контейнеры бросать. В любом случае, этот мусор убирать придется нам. И мы его уберем, и распланируем все. Все сделаем, как надо. Что мешало ликвидировать свалку раньше, мужчина не ответил. Ответить за ее существование может само товарищество. За складирование мусора в неположенном месте полагается штраф для физических лиц от 1000 до 3, для должностных лиц – 10, а для юридических – до 100 тысяч рублей.